Игрок Шорзенит, Игорь Дмитриев, Игорь, короткий комментарий по матчу. Что получилось, что не совсем? Ну, наверное, получились более-менее контратаки, на которые мы рассчитывали. Когда готовились к «Краснодару», знали, что они будут контролировать долго мяч и будут атаковать, так что мы рассчитывали на контратаки. В принципе, были неплохие выпады, стандарты вроде хорошо получались. Так, вот, провалились в обороне, когда на первый гол забили, во втором потеряли игрока. Так, в принципе, ну, в обороне, в принципе, сыграли, я думаю, нормально. Ты сегодня забил гол, может быть, кому-то хочешь посвятить его? Всем, кто смотрит на нас. Все, хорошо, спасибо. До свидания. Главный тренер Шорзенит, Евгений Герасимов. Евгений Викторович, короткий комментарий по матчу. Что получилось, что не совсем? Ну, много результатов не получилось, конечно. А так, знали, «Краснодар» хорошая команда, идет в лидерах, на первом месте борются. Поэтому, с учетом тяжелого переезда, я думаю, что все-таки, ну, матч получился интересный, и до конца была интрига. Поэтому, ну, не получилось, получили гол забить. Наверное, к ничему были, наверное, для нас это был ближайший результат, чем победа. При равном счете, по вашему мнению, что не получилось, что пошло не так, чтобы счет пошел именно в вашу пользу? Нет, ну, получились со стандарта, поэтому разберемся, кто бросил. Тем более, у нас, как раз, получился со стандарта минус один игрок в обороне. Поэтому, наверное, кто-то не закрыл зону, посмотрим. Поэтому, ну, это детская ошибка. Все, спасибо большое. Удачи. Спасибо. Игрок «Роснодара» Кирилл Богданец. Кирилл, с победой как сложилась игра? Ну, на самом деле, матч получился тяжелым. Погодные условия не позволяли показывать игру, какую мы можем. Но, в целом, мы добились поставленной задачи выиграть матч. К счастью, за счет того, что играли в свой футбол. Вспомни, гол, когда ты забивал, что там происходило? Я помню, пошла передача Димми Канаеву. Он сделал передачу на открывание, и мяч облетел защитника, и с правой ноги получилось. Какой это настрой сейчас у команды? Ну, сейчас отдохнем и продолжим готовиться к следующим матчам. Потому что задача у нас ясна, и будем работать, чтобы добиться ее. Спасибо большое. Старший тренер «Роснодара-18» Андрей Ятюцкий. Андрей Иванович, как сложилась игра, что получилось, что может быть не совсем? Ну, как вы видели, игра получилась достаточно сложная. Соперник неплохо оборонялся. Нам тяжело было их вскрывать. Но при всем при этом мы имели хорошие моменты для взятия ворот. Соответственно, не реализовали их, и игра была такая напряженная. В принципе, доволен, как ребята сыграли в обороне. И недоволен, что не реализовали моменты, которые у нас были. Первый темп закончился с счетом 0-0. Что изменили в перерыве, что потом пошли голы? Попросил ребят побыстрее работать с мячом, быстрее менять направление атаки, больше открываться за спину. После чего мы так первую голу забили. Следующая игра 9 апреля. Сейчас будет небольшой перерыв. Какие планы у команды? Как она будет готовиться к матчам? В обычном режиме. Сейчас дадим ребятам немного отдохнуть. И в следующей неделе начнем подготовку. Игра, по-моему, второго, не девятого. Второго мы играем в Москве с Динамо, а девятого дома. Да, да, вы и знаете. Спасибо большое.